добрый день дорогие друзья гости моего канала сегодня я с вами сделаю массу для лепки для декора бутылок или там баночек без варки варить мы сегодня по ва не будем я подготовила весы и подготовила клей клей у меня вот такой вот это белорусский здесь очень много пластификатора он очень хорошего качества я в предыдущем видео говорила что он очень нравится и сегодня мы его как всегда будем использовать значит я возьму 100 грамм возьму 100 грамм еще раз повторюсь у меня посуда ложка вилка все специальное для массы для лепки частности вот для холодного фарфора я делаю в этой посуде будем делать немного и вам советую никогда не делать большое количество вот мало ли там не получится или еще что-то 90 95 96 ну еще чуть-чуть так 100 далее я подготовила лимонную такую заправку приправу положим ложечку налью вернее ложечку лимонки ты так возьмем глицерин я показывала я купила глицерин вот такого качества пищевое это пищевой глицерин можно купить в аптеке я все время покупала в аптеке но вот у меня так получилось что я купила такой тоже добавлю ложечку чайную глицерина хотя у меня клей пластичный но без варки рисовая мука ведет себя немного по-другому не так как при варке так добавили ложечку так и еще я добавлю касторовое масло можно добавить касторовое можно добавить вазелиновое что оно дает ну это тоже практически пластификатор получается тоже добавлю куплено кстати в аптеке так ну чайную ложечку еще добавила касторовое масло вазелиновое у меня закончилась честно сказать время забываю его купить так добавили и теперь я это размешаю варить мы в этот раз не будем с вами а кстати еще можно добавить немного мыл жидкого жидкое мыло тоже любое у меня есть такое мыло вы можете добавить любого чуть-чуть но на глаз это наверное может быть чайная ложечка получается может пол чайной ложечки ну короче не знаю добавила в общем то это не принципиально это щелочь размешали и теперь я отмерила рисовой муки я купила снова рисовую муку в этот раз приехала в обновленном пакетике пакетик такой вот не совсем бумажный а такой немножко вот и не знаю как пакета еще он тут сделан мне это больше нравится потому что если пакет обычному как-то затирается и я взвешила уже 100 грамм муки но сразу всю муку я добавлять не буду и вы сразу всю муку не добавляйте надо вымешивать и смотреть по состоянию в этот раз у нас конечно муки больше уйдет чем при варке когда мы в горячий клей добавляли рисовую муку то мука как бы заваривалась и она становилась объемная так еще добавим рецепт готовлю в режиме реального времени практически ну вот уже начинает масса наша такая более густая становится но рисовой муки еще мало потому что я так вижу что это будет липнуть к рукам еще немного добавляю я думаю что уйдет практически все может чуть-чуть останется если останется естественно как и в прошлый раз я взвешу так еще нам понадобится я сейчас подготовлю детское масло так я подготовила доску стеклянную я ее перевернула потому что обратно сторона она более гладкая и выложу свою массу надо на доску так может быть и меньше пойдет потому что вот видите нам конечно надо чтобы она не липла к рукам так а что мы сделаем значит я обычно пользуюсь маслом как лью на руки и начинаю вымешивать вот у нас еще тут остатки есть мы сейчас их тоже сюда вмешаем масса достаточно приятная но когда вы варите то у вас как бы она более становится пластичная такая более вот я еще пока немножко крупинки чувствую хотя ну не сказать что это крупинки ну пока что чувствуется надо чтобы конечно масса потом постояла и крупинки эти разойдутся так скажем так так это я хочу сделать для молдов и сугубо для декора то есть цветочки конечно они не будут такие пластичные как я вам показывала рецепт когда мы варили клей ПВА заваривали и потом заваривали муку вот но уже видите тоже она как бы пластичная но по составу по качеству она совсем другая так сейчас я вот это все сюда выниму но все равно тоже приятная на ощупь тоже масса получается достаточно приятная но еще раз говорю и повторяюсь не один раз что у меня очень хороший клей хорошего качества при изготовлении холодного фарфора все таки надо постараться найти методом клика естественно если не знаете какой у вас хороший найти хороший клей клей должен быть с пластификатором то есть тоже видите все замешивается прекрасно масса такая податливая но я бы еще добавила муки потому что вот хочется еще добавить чуть-чуть муки не то что она подлипает но для моих целей надо чтобы было немножко вот ну как бы масса погуще что ли поэтому добавляю муку если у вас прилипает к рукам или некомфортно то как всегда можно руки смазать для меня лучшее масло это детское самое недорогое не надо покупать дорогостоящие бренды там все такое обычное недорогое масло все время хочу сказать подсолнечное подсолнечным я не пользуюсь потому что если масса постоит и прогоркает мне пахнет подсолнечным маслом я это не люблю если кого-то это не смущает то можете пользоваться я не пользуюсь так ну вот я бы еще добавила конечно муки вы смотрите по состоянию своего клей пв если у вас клей более такой пожиже то у вас может и все 100 грамм уйдет то есть еще раз могу сказать что в рецептах в любых не надо привязываться к граммам надо смотреть по состоянию вот мешаете и вы так чувствуете что у вас ну как бы так жидкое тесто так скажем да иначе добавили муки если все нормально то муку не добавляем то есть не надо там 100 грамм этого 100 грамм этого то есть в пв берете стабильно какой то вот ну допустим я взяла сегодня 100 грамм но муки вот у меня видите остается сколько то тут может грамм 20 наверное точно осталось но тоже вот видите приятное получается тесто масса для лепки приятная но нам надо чтобы оно полежало потому что мука все таки должна пропитаться остальными составляющими и она чувствуется вот если взять предыдущий мой рецепт где мы завариваем в горячем клее то там она более пластичная ну то есть не то что пластичная не чувствуется так мука здесь она немножко чувствуется но она полежит она будет другое будет у нее состояние будет более приятное еще немножко добавлю все таки муки хочется еще немного ее добавить и масло на руки и будем вмешивать достаточно ее много получилось конечно она будет не так тянуться и не такая будет пластичная то есть она пластичная но не настолько когда вы варите клей доводите до кипения ну не знаю посмотрю я муки может быть и больше добавлять не буду а вы каждый сам выберите сколько муки ему добавить я свою массу для лепки перемешала мука немножко вот так вот чувствуется ну как бы да что она же грубее чем обычная мука и конечно это другая масса не такая как мы делали предыдущую но тоже она имеет место быть посмотрите она тоже пластичная но она грубее чем та предыдущая масса значит что я сейчас сделаю сейчас я ее положу в пакет и оставлю на столе на пару часов так скажем для отдыха после я включусь и посмотрим что у нас получилось с этой муки из этого клея какая получилась масса и попробуем что нибудь с нее сделать так наша масса полежала ночь и посмотрим что с нее получилось ну с одной стороны она как бы гибкая но вот как вам сказать нет вот этой пластичности хотя я еще ее не вымешала обязательно прежде чем что-то делать с массой вам нужно ее хорошенько размять когда ее разомнешь массу она становится более пластичная сейчас мы раскатаем небольшой кусочек и попробуем сделать вырубку так сделаем вырубку прекрасно вырубается с нее отправляем сушиться можно было еще больше раскатать ну вот я раскатала где-то миллиметра 4 я так думаю и из этой же массы у меня красивое сердечко получилось уберу его вообще значит смотрите из этой массы я вчера пробовала закладывать в молды во-первых мне знаете что не нравится что не запаренная рисовая мука она все-таки вот ощущается на руках вот видите закладывала в молды это вчерашняя и теперь эту глину я сравню с холодным фарфором который я делала 28 февраля вам выложила наверное 1 марта может быть это где клей ПВА мы разогреваем и добавляем рисовую муку в этой массе рисовая мука вообще не ощущается тесто очень гладкое оно конечно уже полежало естественно большие порции я вам не рекомендую делать делайте вот такие маленькие порции на 100 грамм ПВА во-первых он всегда будет свежий он всегда будет гибкий главное подобрать правильно клей ПВА вот она совсем другая масса но она видите стала тоже не так тянуться но в принципе она пластичная тоже ради эксперимента я сделаю сердечко такой же толщины и посмотрим как поведет себя масса при высыхании спустя неделю практически масса у меня это уже закончилась тут последние кусочки можно сделать новую теперь значит сделаем тоже сердечко и посмотрю буду наблюдать как будет вести себя эта масса спустя которое какое-то время так теперь главное не перепутать чтобы не перепутать я наверное сделаю в этом какую-то дверочку я точно буду знать что это масса из отварной отварного клея ПВА сделали дырочку и толщина получилась почти такая же и буду за ней наблюдать вот эксперимент мой вот это вот из этой муки которую я не заварила ну из клей ПВА ирисовой муки слышите да она достаточно уже подсохла практически ну можно конечно ее согнуть но она вот начинает доломаться то есть вот она не такая пластичная тут примерно миллиметр четыре толщина образца толщина образца примерно четыре миллиметра вот и она уже видите звук у нее такой как бы сухой но она менее пластична поэтому я такую конечно делать не буду вот это сердечко из холодного фарфора где я рисовую муку заваривала видите он пластичный он тоже уже практически сухой но достаточно пластичный и по цвету видите они тоже отличаются этот как бы более такой полупрозрачный и вот опять таки делала из этой муки пробовала положить в молды тоже они высохли но они никуда не хотят вот видите все они высохли и никуда никак не пластичные и вот что вроде высохла практически не двигается то есть можно но уже начинает подламываться то есть ну как бы достаточно с одной стороны крепкая масса но она мне не очень понравилась что она такая более крохкая а вот этот кусочек я делала из массы которую я заваривала в клее в горячем клее ПВА она достаточно гибкая даже если рассуждать что две детальки у нас получаются практически одинаковые она достаточно гнется по моему впечатлению она подсохла вот не знаю насколько она уменьшилась в размерах говорить не буду не знаю я считаю вот так что эта масса которая у нас не вареная то есть холодный замес она имеет место быть если вам вот срочно 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 прямо вот сию минуту надо сделать какой-то кусочек холодного фарфора но хочу сказать что при замешивании и потом при использовании я лично чувствую рисую муку в руках поэтому я лично делать вот такую массу наверное не буду вот но все равно рисовая масса в холодном замесе я считаю лучше чем крахмал потому что мне кажется что крахмал если использовать кукурузный мне кажется то масса она более крохкая ну это мое такое мнение не знаю